ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллеги, добрый день! Экспедиция ритейл продолжает свою работу. И сегодня я в Казани, в торговой сети Бахитли. Рядом со мной исполнительный директор Гузель Анадьева. Гузель, добрый день! Добрый день! Гузель, сколько лет сети? Давайте начнем с того, насколько она масштабная и сколько сейчас магазинов, в каких регионах представлено. Представьте сеть на текущий момент. Нам в прошлом году было 25 лет. На текущий момент у нас 19 магазинов. Это Татарстан и в Москве у нас один магазин. Мы представлены еще в Новосибирске, но там мы работаем по франшизе. Тоже есть три магазина – Новосибирск и Барнаул. Если говорить про количество людей, которые заняты сейчас в сети, сколько человек работает и что помимо торговой сети есть у компании? На сегодняшний момент у нас 3000 сотрудников в нашем штате. То есть мы не только розничные магазины или, как мы называем, магазины домашней еды. У нас очень большое производственное направление. То есть фабрику, которую мы запустили в прошлом году, специализирующуюся на производстве замороженных полуфабрикатов, есть свои централизованные производства, которые работают на нашу сеть. И огромное направление – это корпоративное и социальное питание. То есть на сегодняшний день мы кормим порядка 180 тысяч детей, школьников и около 10 тысяч сотрудников крупных промышленных заводов в Республике Татарстан. То есть наша сильная сторона питания. То есть мы, скажем, от ребенка маленького, практически до пенсионера, всю категорию потребителей мы охватываем. Так или иначе. То есть уже сразу такой приличный перелом представления. То есть для меня в Ахитле это всегда в первую очередь была торговая сеть, а сейчас я слышу совершенно другие вещи. То есть это новая стратегия развития компании? Как вы это можете обозначить? Да, это наша новая стратегия. То есть, наверное, лет пять назад, когда… Ну, то есть любой, я даже не хочу сказать, назвать кризис, но вообще любой вызов в нашей ситуации, да, то есть это возможность подумать, правильно ты путем-то идешь, да. То есть когда, так скажем, была, ну, есть такая большая экспансия федеральных магазинов, и потребительский спрос тоже должен, начал смотреть в сторону удобства, то есть это магазин у дома. Мы тоже рассматривали вариант уйти в этот формат, но все-таки, еще раз повторюсь, подумали о своих сильных сторонах. Мы магазин домашней еды, да, то есть у нас очень сильное производство. И так получилось, что около, ну, больше десяти лет назад у нас на территории нашей республики в Казани проводилось международное мероприятие универсиада в 2013 году, и компания Бахатле была главным оператором. То есть мы тогда кормили около 80 тысяч питающихся, большое количество кухонь мира, да, представляли халяльные, азиатскую, европейскую, итальянскую, там, понятное, татарскую, то есть закрывали очень много площадок, и как раз этот, наверное, момент позволил нам понять, что мы можем рассматривать и другие направления, в том числе вот как бы кейтеринг, да, то есть дальше надо было просто посмотреть, где это нижно открыто и востребовано на самом деле. Первым мы шли в социальное питание, потому что, ну, очень важно, то есть чем питаются дети, и получили поддержку республики, потому что, ну, понятно, Бахатле – это всегда качество, да, то есть и широкий ассортимент. Вот, и, то есть три года назад к нам, так скажем, и мы обратились, и нас тоже, как говорится, приняли с открытыми объятиями, да, то есть это компания Сибур, вот, чему очень тоже рады, потому что у них очень жесткие требования к питанию, да, то есть для них питание – это элемент мотивации сотрудника. Это первое. И второе – это момент здоровья, да, как… Эти же требования есть и в школьном питании, ну, в детском питании, и требования тоже как работодателя, с чем питается их сотрудник, того, чтобы, так скажем, меньше болел. Сейчас мы осмотрим направление масштабного производства, то есть для того, чтобы нашу продукцию могли попробовать в любой точке нашей Российской Федерации. Здесь два пути, да, или открывать с вами магазины, вот он такой долгий путь, вот, или все-таки так, чтобы наша продукция была представлена в других федеральных сетях. Можно ли это представить, что все предыдущие годы это был некий плацдарм для того, чтобы создавать, научиться делать ту еду, которую вы умеете делать, и сейчас, скажем, познакомить ее с большим количеством людей? Я бы сказала, что, наверное, мы 25 лет проводили маркетинговую стратегию, изучая спрос потребителя. Вообще, наш основатель, Муслова Хабриева, да, то есть 25 лет назад, когда открывала свой первый магазин, и многие говорили, особенно в Татарстане, зачем ты открываешь магазин готовой еды, когда практически все жены сидят дома и готовят, да, то есть она тогда сказала, что я же не готовлю, значит, таких, как я, их тоже, значит, много, и попала вообще вот в точку с этим концептом. Я считаю, что сейчас многие, ну, развивают направление, понятно, и оно растет из года в год, как и у нас категории готовые, так и в других, вы, наверное, знаете это, мониторите. Вот, и, конечно, вот то, что мы сейчас, так скажем, автоматизируем, укрупняем, да, то есть представляя возможность попробовать наши продукты в других сетях, это как раз то, что востребовано, то есть тот продукт, который за десятилетия был испробован нашим покупателям, и по которым мы понимаем, что есть, ну, хороший спрос на этот продукт. Ну что ж, тогда, ну, самое главное, что мы уже сейчас понимаем, что Бахетле – это не только магазины, это уже что-то большее, да, и частью есть производства. Давайте сейчас вернемся к самой сети. В среднем сейчас размер магазинов, ну, вот, от скольки до скольки. Как вы видите дальнейшее развитие сети? Как вы видите, там, не знаю, сколько из Каю будет, сколько из Каю готовой еды? Потому что, ну, действительно, ваша сильная сторона. Какой сейчас вообще процент проникновения готовой еды в чеки ваших покупателей? Давайте об этом немного поговорим. Хорошо. Вообще у нас магазины, так скажем, от 50 тысяч квадратов, да, то есть до 50 квадратных метров. От 50 до 5 тысяч. Да, да, да. Понятно, что ассортимент в каждом магазине разный, да, то есть 5 тысяч, вот, у нас есть флагманский магазин, там ассортимент 25 тысяч с Каю. То есть это довольно-таки большой. Большой из них в целом на категорию, так скажем, собственного производства относится 5, 2 тысячи с Каю, да. Но здесь не только кулинария и выпечка. Здесь сюда входит, то есть у нас есть своя консервация. Мы сами делаем майонез, мы сами делаем сыр, мы делаем гастрономию, то есть козылок, еще что-то. То есть это не только то, что можно, ну, то есть готовиться здесь, сейчас. Это как раз пельмени, да, то есть кондитерка. Кондитерка, да, да, да. То есть, еще раз говорю, магазин – это как шоу-рум, в котором наши производственники всегда могут посмотреть, что бы они могли сделать своими руками, ну, понятно, и лучше качество, потому что за собственным производством к нам и ходят. Вот. В магазинах, где 50 квадратных метров, это тоже какие-то специфичные магазины. То есть, еще раз повторюсь, у нас нет магазинов у дома. Это или в лечебных учреждениях, да, или вот в аэропорту мы недавно открыли. Туристический магазин у нас есть. И в промышленных зонах тоже, когда мы туда заходим, как кейтеринговые компании, тоже открываем для, скажем, работников небольшие магазины с сопутствующим товаром. То есть, так скажем, работодатель получает услугу под ключ. Начинает в столовой, заканчивая розничным магазином. Операционно не всегда удобно этим управлять отдельно. Для вас это просто дополнительная возможность. Мало того, как бы еще тоже вот мы берем питание, у них там практически у всех работодателей есть профилактория, да, то есть или там летние лагеря, да, для своих сотрудников. То есть еще и вот это направление. Вот. Если говорить про проникновение, вообще долю, про что я тоже говорила до этого, что доля, собственно, производства растет, то есть мы начинали, у нас была доля 30%, тоже очень высокая, в принципе. Ну, понятно, количество из Каю много. Сейчас около 50, а каких-то магазин даже больше 55. То есть 50-55% проникновение чек. Да, да. Потрясающе. А если говорить средним про чек, средний чек можете назвать, как он меняется за последнее время? Растет, то есть средний чек у нас 1000 рублей, если мы говорим в среднем погоду. Ну, понятно, в празднике, вообще магазин мы праздника, то есть бахатля переводится как счастливый с татарского, да, то есть в Москве называют бэкстл, вот, но на самом деле перевод счастливый, то есть и суть-то как раз концепция, ну, подарить потребителю счастье. Счастье в чем? То есть, на самом деле, понятно, помимо того, что человеку там надо одеться, там, вот, так скажем, счастье – это ведь и вкусно поесть, это сбор за семейным, там, такими событиями, да, за семейным столом, то есть это скатерть-самобранка, да, то есть и счастье – это не, чтобы, там, скажем, хозяйка не стояла возле плиты, могла приобрести и шикарно накрыть стол, на котором все проведут замечательно свое, там, какое-то мероприятие, семейное, не семейное. То есть и мы понимаем, что, как бы, сейчас таких людей, которые все-таки ценят свое время и понимают, что в любом случае для этого нужно, ну, как бы, чтобы… не хотят лишаться, то есть, ценя время, не хотят лишаться того комфорта, да, который на сегодняшний момент предоставляет рынок, мы как раз такую возможность предоставляем в наших розничных магазинах для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым к столу. Ну, я услышала, что, да, там, с одной стороны домохозяйки, которые, там, не хотят быть домохозяйками, чисто видим, но у себя показать. А как еще меняется покупатель? Кого вы еще видите, ну, скажем так, важным, как покупателя в ваших магазинах, ну, помимо домохозяек? Ну, мужчины, то есть у нас часто, мы даже видим, как, когда смотрим, наблюдаем за покупателем, то есть мужчины приходят со списком, или наоборот, то есть идут, там, звонят, да, женам этого, где это лежит, где другой лежит. На сегодняшний момент в Казани очень много туристов, то есть в этом году мы ожидаем около 4 миллионов туристов, то есть, и учитывая, что какие мероприятия проходят в нашей столице, ассортимент для туристов стараемся выстраивать и держать его на уровне, потому что, к сожалению, региональных сетей в Татарстане, ну, то есть вот еще в набереже Челнах есть, ну, то есть в Казани больше нет. Естественно, покупатель, турист идет к нам, мы всегда ему рады. Если мы говорим про магазины, вот вы уже обозначили, что от 50 до 5000 квадратных метров, вот всем этим хозяйствам, насколько там сложно, легко управлять, и как предполагается изменение далее быть в магазинах, что касаемо именно вот самих локаций, как-то они меняются, давайте попробуем об этом тоже поговорить. То есть, повторюсь, нам 25 лет, понятно, за 25 лет даже у человека происходит несколько этапов того, когда он задумывается, идет ли он тем путем, да, то есть, может быть, как-то переформатируется. Также у нас в Татарстане, как бы, магазины, где мы находимся, они у нас в собственности. То есть у нас еще есть девелоперское направление, вот, и, понятно, покупатель мигрирует. То есть там, где мы открывались 25 лет назад, на сегодняшний момент, ну, как бы, или жилой застройки уже нет, да, то есть или там, ну, как бы, маленько другой формат вообще жилья там, и для того, чтобы магазин нужно ремонтировать, магазин нужно вкладываться, поэтому мы тоже серьезно к этому отнеслись, не стали, так скажем, продлевать свое существование там, закрыли, и закрываем эти локации, да, то есть предоставляем возможность там стать, ну, другим федеральным сетям. А наша концепция развития как раз пойти за покупателем средний плюс, вот, и рассматриваем сейчас мы как раз жилую застройку, так скажем, этого формата. Вот, то есть мы однозначно планируем дальше открывать свои магазины. Вот сейчас у нас есть площадка ЦУМ, которую закрыли год назад. Там хотят разместить тоже туристический центр, там, что возле ЖД вокзала находится. Вот мы тоже, как бы, так, подали заявку для того, чтобы там разместить свой магазин. А вот если вы даже помечтать, да, вот если в ЦУМе, то это, скорее всего, какой объект будет? Тысяча, две, три, пять? Полторы тысячи, да? Ну, то есть это уже более компактный формат, но при этом достаточно, чтобы разместить основной ассортимент. Мы тоже вот за три года, так скажем, проэкспериментировали, поняли, что на полторы тысячи нам абсолютно комфортно находиться. То есть в нашей концепции мы оставляем, мы готовим здесь сейчас, то есть вся кулинария, салаты, выпечка, она готовится на местах. Вот, то есть мы готовим стерилизованно только то, что длительного срока хранения. Еще раз повторяю, пельмени, ну, чак-чака длительные сроки хранения, там, лапша. Все, что с короткими сроками, только на местах. Поэтому полторы тысячи для нас как раз вот та комфортная площадь с точки зрения наличия персонала. Мы сами понимаем, что с персоналом тоже не все так хорошо, да? То есть и насыщение магазина необходимым ассортиментом. Ну, сейчас действительно тренд на то, чтобы централизация была в том числе и активно упакованная, готовая еда. Как вы к этому тренду относитесь и как вы на него смотрите? Понимаю, что вот в замороженном формате вы смотрите совершенно другое, но это уже большое производственное направление, а в части готовой еды. Мы готовую еду у себя в магазине, ну, как бы на нее акцент не делаем, хотя тоже понимаем, что сейчас есть тренд, особенно у молодежи. То есть упакованную готовую еду? Ну, сейчас вот анализируя и наблюдая, как готовая упакованная еда представлена в Москве, в Санкт-Петербурге, то есть в крупных городах, а мы все-таки тоже уже идем к этому. У нас есть желание, так скажем, выставить в отдельную полку с интересным ассортиментом. То есть мы как раз шеф-повару нашему дали задание, чтобы он проработал блюда, и вот отдельной полкой это выставить, посмотреть, насколько наш покупатель, чтобы наш покупатель привыкал к данному продукту. Ну, то есть для вас это совсем уже близкое будущее. Мы в том числе вчера смотрели ваш магазин, который уже трансформируется, я понимаю, что первые шаги сделаны. Давайте мы немножко именно о нем поговорим. Что изменилось, вот вообще немножко об этой локации, где мы именно смотрели, да, это у нас Павлюхина. Павлюхина, да. И что вы закладывали при внесении изменений, вот что хотели получить и получилось ли на текущий момент, как бы вы могли обозначить, вот на чем немножко об этом. Ну, Павлюхин у нас флагманский магазин, он самый большой, то есть, наверное, из расчета этого, да, то есть мы начали с него, и все-таки, так скажем, количество лет, по-моему, 20 лет назад на Павлюхину делался ремонт, уже требовалось здесь, в принципе, и оборудование обновить, но тоже пошли, не просто продублировали, да, то есть проанализировали, что не хватает нашему рынку, я имею в виду в Татарстане или в Казани, да, то есть, и на этом сакцентировать внимание потребителей на то, что в нашем магазине есть именно этот ассортимент. То есть, в первую очередь, рыба. То есть, вообще, ну, как бы анализируя, сколько, так скажем, предложений в той же Москве, или уж я не говорю там Новосибирске, то есть в городах там Красноярске, да, то есть какой акцент на рыбу, какой там ассортимент, у нас, к сожалению, в Казани очень мало магазинов, которые специализируются на рыбе, вот, тем более, на, ну, как бы, на рыбе любой, да, от замороженной, свежей, свежей там, живой, живая рыба, да, то есть копчености, какие-то салаты рыбные из этого, вот, и мы выделили этого отдельно остров, то есть получился очень широкий ассортимент, и вот у нас продажи тоже очень существенно выросли тогда, да, и теперь это для нашего потребителя, как бы, трафикообразующая, да, то есть группа, они знают, если за рыбу, в бахатле все есть. Вот, второе, это направление мяса, то есть тоже сделали отдельно остров, то есть показали ассортимент, и сейчас, помимо того, что развивается готовая еда, еще хорошие, хороший потенциал, мы считаем, что у полуфабрикатов, то есть, когда ты уже продукт довел, то есть его там засолил, поперчил, там, приготовил, маринадом, замариновал, и уложил в упаковку, то есть, которую можно прийти домой, просто положить в духовку, мы их полуфабрикатно называем, то есть, что готовы к употреблению, не употребление, готовы, только поставь в духовку и, так скажем, и приготовь. Вот, тоже на этом сделали акцент, причем у нас, допустим, очень плохо продают свинины, ну, регион такой, да, хотя в других федеральных сетях свинины, вот мы смотрели статистику, у них основной этот, ну, видимо, бахатле за свинина не ходит, но вот это баранина, то есть, конина, то есть, ассортимент именно вот такого из красного мяса, да, то есть, широчайший. И третье, это вот остров Узбечки, да, узбекская кухня, тоже из-за того, что, ну, и в Москве тоже узбекская кухня пользуется спросом, да, то есть, это, может быть, что-то близкое к нашему менталитету, мы пригласили прямо узбеков, то есть, принципиально, которые готовят, потому что у них генетика, когда к еде, к выпечке, и тоже не стали их, так, концентрировать на каком-то ассортименте, сказали, что, все, что хорошо умеете готовить, начиная от пирожен, то есть, кондитерских изделий, они по хлаву делают, да, то заканчивая, там, супы, ну, плов тот же, да, то есть, там, перепелку жарить, даже не знала, что так можно вкусно перепелку пожарить, да, то есть, покупают специи исключительно свои, то есть, готовят на хлопковом масле, то есть, рис мы специально с Убекистана привозим для вот этой, это тоже, да, сконцентрировали на этом внимание, и, в принципе, ну, как бы, тоже такой трафик образующий, то есть, где вкусно, главное, быстро поесть, это, как бы, вот, заезжайте в бахатле, то есть, там, в обед, я часто это слышу от покупателей, вот, и тоже, как бы, на сегодняшний момент, на что получилось сконцентрировать внимание, это, наверное, на алкогольном отделе, потому что тоже потребитель, ну, тем более, в связи вот с ограничениями, которые в последние годы у нас есть, ассортимент тоже довольно-таки сложно поддерживать, вот, хотелось тоже покупателю показать, что если вы хотите что-то приобрести к столу, отметить, да, то есть, у нас тоже, начиная от импортного алкоголя, пока получается все это привозить, вот, заканчивая местными нашими локальными напитками, тоже в полном ассортименте, мы договариваемся с производителями, то есть, мы готовы держать ваш ассортимент, тем более туристический, вот, вот, что они не могут, допустим, добиться у федералов, все равно там есть ограничения по полке и количеству СКИ. Вот эти изменения, все-таки, как они проявились непосредственно в цифрах, там, не знаю, вот, рыбный отдел, да, вот, насколько он тут действительно прирос, и я же, вот, если еще про рыбный говорить, я же понимаю, что все-таки у вас мясоедный Ну да, 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 да. Говорят, и всем регионам. В любом случае, тренд есть на то, что рыба растет, да, то есть, все больше людей, мясо отказываются, да, то есть, рыбу, то есть, категория рыбы растет, я думаю, у всех наших локальных, так скажем, розничных этих магазинов, но именно, вот, мы хотели быть первыми, вот, и показать вообще, в принципе, какой ассортимент рыбы есть, да, то есть, потому что, ну, не все, у не всех есть возможность ездить, там, на Камчатку или еще что-то, то есть, мы привозим все это сюда сами, то есть, показы покупателю, что вот, это все наше, если вы можете у нас купить, то есть, решая эту проблему, не надо никуда ехать, приезжайте к нам Если по цифрам, то, ну, то есть, 35-40% на сегодняшний момент, то есть, в этом магазине у нас есть прирост по выручке и около 15% прирост по трафику Это в целом? А если по категории этой рыбы? По категории рыбы выросли в два раза В два раза выросли? Да, это серьезный прирост Если говорить про оборудование в магазине, вообще, вот, вы, как раз, получается, обновлялись в тот период, когда сложности уже с оборудованием пошли Что можете обозначить, там, не знаю, все-таки завозили из Европы, там, или еще откуда, или все-таки остались Как решали вопрос оборудования, вообще, как переоснащали магазин, когда серьезные уже сложности с этим, вроде как, на нашем рынке? Вот у нас сейчас следующий этап, второй магазин на переоснащение, как раз это тот момент, в котором у нас до сих пор находятся проработки То есть, мы рассматриваем местных производителей, хочу сказать, что, в принципе, местные производители за это время тоже, ну, то есть, не сидели, сложа руки, да, то есть, есть хорошие такие представители Прямо смотрим, с коллегами советуемся, и Турцию Вот, сейчас тоже, в принципе, Турция неплохо делает, Европу даже не рассматриваем, потому что, ну, как бы, это риски, тем более, вот, после Мосбиржи Это вообще, я считаю, что просто уже этот, чересчур А так, вот, Китай еще не смотрели, то есть, пока вот Россия, потому что обслуживать надо, да, то есть, это оборудование, которое постоянно требует ухода И Турция В вашем магазине, если вы нацелены на средний-средний плюс, помимо ассортимента надо покупать или чем-то удивлять То есть, это какие-то дополнительные сервисы Вот, что вы для себя выделяете, как дополнительный сервис, ну, помимо создания вашего ассортимента еды На чем акцентируетесь, и куда еще вкладываете свои усилия? Хочу сказать, опять, в эмоции, да, то есть, у нас вообще правило Каждую пятницу мы проводим дегустации, то есть, это, ну, в дегустациях участвуют и наши поставщики продукции Для того, чтобы познакомить, понятно, с новинками или с продуктом, которых, ну, хотят угостить, да, потребители Ну, и наша собственная продукция, то есть, тоже все новинки мы проводим через дегустацию Через неделю получается, что даже с алкоголем, то есть, наш потребитель, в принципе, знает, что у нас можно выйти, что-то интересное, эмоции, да, и попробовать Если это какие-то праздники, то, допустим, на 9 мая у нас сотрудники на кассах одевались военную форму, да То есть, мы на 1 июня делали праздник для наших детей, то есть, дарили мороженое, тут у нас аниматоры работали возле каждого магазина То есть, еще раз повторюсь, то, что мы магазин праздника, мы на этом и делаем акцент То есть, если вот завтра у нас будет Курбан-Байрам, то есть, это мусульман, очень священный праздник, самый главный, да, Курбан-Байрам Я прямо в чеке видела Да, да, мы в чеках пишем поздравления с праздниками Потом мы наклеиваем стикеры на нашу продукцию, то есть, на пироги, потому что люди ходят в гости И вот, чтобы они могли взять и уже как целенаправленно подарок подарить, да То есть, делаем нарезки, делаем индивидуальные какие-то заказы, да То есть, привозим баранину, которая вот, потому что надо барану, праздник жертвоприношения То есть, еще раз, думаем за потребителя, как ему подсказать или, наоборот, упростить работу, связанную с организацией праздника Ну, в этом магазине мы недавно приобрели робота, да, то есть, тоже очень, так скажем, привлекает внимание, особенно детей Потому что, ну, как бы, они с ним разговаривают, они с ним бегают Но мы его рассматриваем с точки зрения двух направлений, да То есть, первое, это для того, чтобы представлять нашу продукцию Он ездит и рассказывает, причем там можно запрограммировать на несколько языков И второе, то есть, так как покупатель, мы здесь на этом магазине сделали перевыкладку некоторых отделов, да И покупатели путаются, что, думаю, он мог сопроводить его к необходимому продукту Даже вплоть до того, что он может искать его определить, где лежит То есть, забиваешь чак-чак, он едет прямо к чак-чаку Забиваешь там к козылыку, да, то есть, вот Потом для туристов тоже мы делаем брошюры Для того, чтобы тоже познакомить с нашим продуктом Потому что не каждый знает, что такое чак-чак, да, то есть, там, каштыля Надо рассказать, хотя бы написать, из чего из продукции состоит И вообще, с чем его употребляют, да То есть, вот такие тоже сервисы оказываем Ну и, понятно, доставка То есть, так, я думаю, доставка, в принципе, у всех востребована на сегодняшний момент Она тоже у нас растет год к году плюс 30% И особенно это важно во время, еще раз говорю, каких-то праздников Когда покупатель заранее заказывает, мы ему отвозим уже, так скажем, еду к столу Вот доставку затронули Доставка – это ваш сервис, который полностью вами отрабатывается, не партнерами? И с партнерами мы тоже работаем, да То есть, и с нашим, то есть, у нас есть свой сайт доставки Вот сейчас на этапе разработки мобильных приложений Вот к концу года, я думаю, это будет уже окончательное мобильное приложение Для того, чтобы, ну, как бы, развивать это направление для наших потребителей А если про доставку говорить, то вот этот канал, он сколько сейчас по доле занимает? Ну, там… Ну, 5%, наверное Ну, это не самый маленький, все равно То есть, а, скажем так, поверили в эту историю как давно? В пандемию В пандемию? В пандемию? Ну, да, да, все равно Ну, это, да, доставка у нас в Торстане, то есть, 5%, да Ну, понятно, здесь в Торстане магазины, в количестве магазинов много А в Москве доставка – это 20-25% То есть, буквально на одном магазине? Да, да И там мы увидим потенциал еще больше развивать Просто, вот, говорю, не хватает нашего сервиса удобного, как мобильное приложение Тоже сайты тоже, с компьютера не всегда удобно заказывать Вас хорошо знают в своем регионе Вот мы сейчас говорим в Москве В Москве когда-то был большой магазин, где-то в районе Алтуфьева, по-моему Да, да, да Помню вот свои приезды туда Сейчас, если мы говорим какие-то экспансии, развитие аудитории в других регионах Вы смотрите туда, помимо того, что у вас может быть появится там в федеральных сетях Именно ваша продукция И там самокат, я поняла, что вы там уже присутствует Но вот именно федеральное присутствие, это кроме Москвы Видите еще какие-то города? Смотрите ли туда? Мечтаете? Ну, естественно, мечтаем Даже хочется сказать, мы за любой кипиш, кроме голодовки Однозначно оцениваем, рассматриваем, продумываем стратегию То есть останавливаться на достигнутом У нас нет никакого желания Мало того, я считаю, что в связи с тем, что так активно развиваются федеральные сети Есть, наоборот, уникальный шанс Какой-то такой, с концепцией интересной, да, то есть уникальной еще раз Быть успешным То есть на фоне все равно, когда И даже, может, какой-то призыв Региональным коллегам, да, то есть Все-таки держаться Просто четко Сформулировать свою концепцию Чтобы потребитель понимал, почему она именно к вам идет, да И стараться все-таки не закрываться Потому что, еще раз говорю, сейчас есть уникальная возможность На фоне того, что развиваются федералы Стать такой изюминкой для потребителя Потому что потребитель в любом случае, он хочет что-то интересное, эксклюзивное Ну вот если про завоевание новой аудитории Сейчас туристический трафик, в принципе, вам помогает Таким образом знакомясь И влюбляя в себя, в том числе, в отцовсе ваши вкусности татарские И не только Вот сейчас, если обычная ваша практика Напоминание о себе Там, привлечение к себе внимания Какие вы способы, в первую очередь, используете Для того, чтобы новый покупатель все-таки к вам приходил Что именно делаете? Все Все, что приносит То есть и в этом плане тоже эксперименты Не прекращаем, начиная от каких-то диджитал инструментов Потому что сейчас тоже это все развивается стремительно То есть искусственный интеллект Не знаю, щиты по городу То есть даем интервью, рассказываем каждый свой шаг То есть что мы сделали Вот там столько-то людей накормили Столько-то наборов собрали для ветеранов Мы на 9 мая недавно наборы собирали Активно разговариваем с нашими, так скажем, производителем Да, или поставщиками Потому что они тоже считают Что тот канал, который распространяет информацию О благополучии сети То есть или наоборот Говорит, что там все плохо Или говорит, что у них все хорошо Они растут, они развиваются У них позитивный настрой на жизнь То есть таким образом Говоря потребителю, что все хорошо Вы знаете, я, наверное, здесь в школе Мы такой даже уже призыв у нас появился К региональным игрокам Давайте немножко про конкуренцию Вот с кем вы сейчас на текущем рынке конкурируете И условно Вообще вот слово конкуренция Вообще вот эта борьба с федеральными игроками А как вы видите вот вашу внутреннюю конкуренцию Сейчас за покупателя С кем в первую очередь вы боретесь? Во-первых, конкуренция – это всегда хорошо Еще раз, как вначале говорила То есть это не дает возможности расслабляться На самом деле всегда креативить, смотреть, придумывать Вот Ну Мы позиционируемся Больше все-таки не как супермаркет То есть не то, что мы как федералы Где можно продуктовую набор купить А больше, наверное, с услугой как раз приготовления еды Это больше кафе и ресторана Вот Но в кафе и в ресторанах он понятный наценник Да, то есть И второе, все-таки не у всех есть возможность Посидеть, да То есть длительный То есть завтра к обеду, ужин не будешь же в ресторане проводить Именно с точки зрения траты времени Вот Наверное, вот сейчас смотрим туда Вот именно в категорию И в тех игроков, которые предоставляют уже готовую еду А если говорить, ну вот с подобными Вот когда мы говорим про готовую еду В принципе, сразу предполагается, что может быть и здесь в магазине поесть Ресторан до Хитле появится? Да, это тоже у нас Мы проводили опрос потребителей Вот Это было первоочередным, так скажем, запросом Чтобы иметь возможность перекусить После того, как совершил покупки Ну и как? Когда это появится? Вот как раз на Павлюхина Сейчас мы это экспериментируем Но в твором магазине У нас изначально мы сразу заложили зону приема пищи Уже после КАС Вот Ну вот подобные проекты Не знаю, сейчас может быть громко Для формата Ну вот Глобус, например, да Ресторан Глобус Ресторан Бахитле Вот вообще как звучание такое Вы чувствуете в себе потенциал на такую вещь? Или это, скажем так, совсем еще далеко? Как вы это видите? Нет, мы как бы в ресторанную деятельность Ну как бы Наверное, не хотели бы заходить Потому что я считаю, что Все равно каждый игрок должен быть сфокусирован на своем На своих сильных сторонах Вот так Распыление вот это Оно не дает конечного результата То есть у нас есть сильное производство То есть мы работаем на объем Мы это умеем делать А ресторан там все-таки помимо еды Там еще другие есть фишечки Которые притягивают потребителей Там и свои сильные игроки Поэтому Поэтому у вас сейчас идет история Пока что вот в режиме готовой еды Да Продолжаем Хорошо, есть ли говорить про поставщиков? Одна из тем все время Что региональным игрокам Дают менее интересные цены Об этом мы ранее вообще очень много говорили Сейчас немножко потише Об этом говорили Как у вас сейчас построены отношения? Вот все-таки вас верят Дают ли вам те цены, которые вы ожидаете? Или все равно приходится Как-то, не знаю Кого-то выводить из сети Что делаете для того, чтобы вам получать достойные цены? Всякое бывает То есть понятно, что Как на рынке Два игрока Один хочет подороже продать Другой подешевле купить Если мы говорим все-таки Из того, что мы местные То есть к нам, наверное, проще зайти местным производителям И мало того Мы готовы предоставлять широкий ассортимент Вот это наш плюс То, что полка Как и для потребителей плюс Так и для поставщика Что весь ассортимент их продукции Может быть представлен Это, конечно, тоже Таким существенным этапом переговора Моментом играет И о проместных Так как у нас еще раз говорят туристы То есть мы иногда для поставщиков Или производителей Мы даже являемся Так скажем Тем Тем первым шагом То есть той платформой После которой он развивает свое производство То есть мы знакомим потребителей с его продуктом То есть очень много кейсов Назовите пару-труйку Тот же Талкыш Калява То есть это Семейное производство То есть у них Дедушка По стечению поставить попал в плен В Турции К туркам То есть то, что он был мусульманин Его там отправили на кухню помогать И он посмотрел рецепт Вот этой восточной сладости Когда он вернулся сюда То есть они начали готовить с женой То есть его дочь подхватила это направление Но они готовили дома И ходили продавали как купцы И вот его дочь пришла Там 20 лет назад Больше 20 лет назад Мусульма Хабрини Тоже, видимо Показать, что за продукт И Мусульма Хабрини ей очень понравилось Она сказала Я буду продавать этот продукт И еще предоставила помещение В три магазина Для того, чтобы они могли дальше развал Сейчас это уже тоже Большое предприятие Поставлять не только нам Вот есть примеры Из непродовольственной группы Когда у нас Булгар керамика То есть тоже Посмотрели просто на выставке То есть на Которую там проходит Для туристов То есть посмотрели продукты Она тоже дома Посуду делала Сейчас Снабжается наша магазина Я думаю там Тоже У нее не сегодня-завтра Откроют промышленный производство Потому что Качество идеальное Мало того Еще раз отработан потребитель То есть мы постоянно общаемся Подсказываем, что лучше сделать И таких на самом деле Примеров очень много Поэтому поставщики Ну я не знаю Поставщика, который сказал бы Как-то негативно То есть отнес То есть с удовольствием Еще раз говорю Есть свои плюсы Есть свои минусы В том числе Опять-таки По ценообразованию Про ассортимент Вот если еще вернуться В целом В ассортименте Помимо готовой еды Что еще привлекает В товарных группах И вот один из моментов Второй момент В силу того, что у вас много Специфических И в том числе импортных товаров Насколько изменилась Вот эта доля В вашем ассортименте На текущий момент Понятно, что еще раз Ассортимент Это то, что Зачем Что уверенно Должен наш покупатель Видеть в наших магазинах То есть когда он захотел Оливкового масла У него должно быть понимание Что я приду И могу выбрать Из широкого ассортимента Да, в последнее время Есть сложности С привозом товаров Из-за границы Мы тоже на этом Уже лет 20 Зачем занимаемся Вот Есть сложности Но в любом случае Все они преодолимы То есть на сегодняшний момент Ассортимент турецких товаров Широко представлен У нас То есть японских Корейских Белорусских Очень плотно С Белоруссией работаем Ну Европу Тоже Завозим Так скажем Не надо ехать никуда Это все практически В принципе Во всех категориях Кондитерки Напитков Даже специи То есть У нас это представлено Внутри наших магазинов Про собственную торговую марку Не могу не спросить Одна из тем Тоже сейчас Очень Ну это один из трендов Я понимаю Что на всем Что вы производите Так или иначе Готовая еда Ваша стоит Ну не знаю На бакалеи То есть на такого рода Вы в эту историю Идете Работаете Как устроен Вот этот проект Осознанно Наверное нет То есть Ну чтобы это Прямо было у нас Целью То есть развивать Чтобы у нас В нашем ассортименте Была столько Это позиция СТМ Вот Потому что Да У нас уже и так С его СТМ Очень много Но Когда это Какой-то интересный Уникальный продукт Мы понимаем Что если там Будет написано Бахатля Ну во-первых Это статус Сразу продукта То есть Доверие потребителя Вот Мы идем на эти моменты Еще раз говорю Ну это какие-то Точные истории Там вода Допустим Которую понимаем Что она Ну там У них тоже категории Есть свои Да То есть Мы Разговариваем Поставщиков Но говорю Целенаправленно Нет Вернемся К той теме Когда мы Вот мы сейчас Проходили У вас там рыба Вообще Когда мы проходили По магазину Я помню Что у нас Вот в рыбе Помимо того Что там экран большой Он в принципе Действительно Знаковый сейчас Отдел стал Вернемся Про узбечку Поговорим Вот про это направление Когда вы Принимали решение То есть У вас ранее Уже был отдел И вы его Просто укрупнили Вот чуть-чуть Про этот проект Почему так решили сделать Мне интересно Вообще Как бы не отдел А внутри кулинарии У нас были блюда То есть На которых Мы просто Выделяли стопперами Узбекской кухни Вот Пользовались Акиспросом То есть Монты Что там у нас было Ну понятно Это было Как его Плов был Вот И Наверное Хотелось Чтобы это было Не только Ассортимент Ну как бы Так скажем Некий ассортимент Внутри всего Наш ассортимент А именно Акцент на этом Сделать И еще раз повторюсь Вот именно Приготовление Не в пароконвертомате А на Казани То есть Жарко Там на открытом Не уж Но на гриле Если мы говорим Про шашлык То есть Здесь мы выделили Не только остров С ассортиментом Но и принцип Приготовления Сделав открытую кухню Потому что Все остальное У нас закрыто То есть Кухню не видно Как это готовится А тут Еще два формата Мы прорабатывали Так скажем Помимо узбекской кухни Еще вот открытую кухню Вот Что тоже вызвало У потребителя Такую Ну хорошую реакцию Я видела Как лепили Ваши треугольники А вот эту Историю Вы хотите Все-таки Может быть В каких-то магазинах Тоже показывать Потому что Вот вы уже сказали Открытая кухня Это действительно Один из бауэффектов Который создается В магазинах Вот А татарская кухня Да У нас вот Следующий магазин Реконцепт Как раз Есть Ну как бы Идея Открыть Именно отдел Выпечки То есть Не кулинарный отдел Отдел выпечки Чтобы Потому что Вы знаете Это как этот Завораживает Когда смотришь Да То есть Наши Как наши Плетут Это Очень интересно Очень быстро И прям Привлекает внимание Естественно И как бы Лояльность Ну я надеюсь Что у нас появится Когда Через некоторое время Возможность Посмотреть Как действительно Плетут Это действительно Что-то невероятное И это то Что создает Вот то ощущение От магазина В том числе Да И ту Абсолютную Натуральность И свежесть И сделанность Здесь и сейчас Кстати я В рамках экспедиции Немало таких историй Видела Это у нас И в Добрянке Это вот В Зеленом яблоке Мы были В Вот Некоторое время назад Там тоже Вот местные Вещи Делают Местные вот такие Продукты Делают При людях И это очень Такое Вот ярко Воспринимается Еще Вот если говорить Про понятные вещи То есть Вот прям готовы Да Вот новые технологии Вот вы сказали Про робота Вот новые технологии Что для вас Является Теми инновациями Про которые вы Сейчас думаете Верите И хотите Внедрять О чем задумываетесь О чем задумываетесь Кроме Классической Создания Правильного Каменного Магазина Да Вот в рознице Ну Сейчас я думаю Что-то будет Интересное Связано С искусственным Интеллектом То есть Что это ИНН Просто В налоговом органе А делают Предприятие успешным Или наоборот Неуспешным Это понятно Персонал Поэтому Здесь вот больше Еще раз повторюсь С точки зрения Каких новейших Технологий Может быть Даже обучение То есть Мы тоже много Специалистов Приглашаем Нестандартных Для того Чтобы какое-то Креативное мышление Развить Или наоборот Показать Негатив Потому что Людей тоже Очень много Негатива На сегодняшний момент Сконцентрироваться На позитиве И на том Что ты имеешь Вот какие-то Такие вещи Мы сейчас На самом деле Думаем Помимо того Что Каких-то Общепринятых Программ лояльности Еще раз говорю Онлайн-кассы Кстати Вот вы сейчас затронули Отдельно Сейчас про программу По лояльности Поговорим А кассы Самообслуживания Как у вас Сейчас с этим проектом Стоят дела Вообще Занимаетесь ли им Занимаемся Но опять Наш потребитель Вот мы поставили На Павлюхе На кассу Самообслуживания Очень большой ассортимент И как бы Мы видим Что покупатель Теряется Маленькое Вот Количество Скаю Когда начинает У нас просто Выпечка Она не имеет Штрих-кода Вот То есть Ее надо там Брать И естественно Даже у нас Если мы говорим Мелкоштучка То есть Если мы говорим Про треугольники У нас По-моему Около 7 видов Треугольников Треугольник С курицей Треугольник С говядиной Классический Треугольник С уткой Треугольник С тыквой Треугольник Треугольник И почему Сейчас я хотела Сказать Почему это Разные По-разному Плетут Потому что На кассе Кассир уже знает Плетение Вот такое Значит С говядиной Плетение Вот такое Это не просто так Это ноу-хау А потребитель Ну как бы Этого не знает И мы очень часто Видели Что там А с чем я взяла Да То есть Когда еще Походишь Под магазин Даже забываешь Может какой-то Пирожок Не скажу Что это Прям вау Полетело Но в любом Случае Ну как бы Раз Это тенденция То есть Мы все равно Этот вопрос Долгий ящик Не оставляем Просто ищем Какое решение Чтобы облечить Вот этот путь Время Для покупателя Общения С кассовым терминалом То есть Получается Что операционно Вот например Именно к СО У вас Действительно Есть затруднения Именно Выставить Новую Операционную Составляющую В магазине Относительно Вашего Основного Ассортимента Да Там где много Мелочи А кстати Вот если мы говорим Про хлебный Ассортимент И вот про эту Ну-ка штучку Сколько Ориентировочно Искаю Вот именно Всякого Такого Ну Выпечного Около Четырехсот Наверное В каждом Магазине Да Причем Ну опять У нас Мы же понимаем Что это руки То есть Так как Не централизованы И у нас Нет желания Централизовать Выпечку Мы понимаем Что это просто будет Мы испортим Качество От персонала Тоже много Что зависит И бывает Даже У нас потребители А вот там В том магазине Пироги вкуснее Хотя Ну как бы Рецептура Все одинаковая Потому что Есть И это Видно И по Как говорится Так скажем Спросу То есть По продаже В каких-то магазинах Продается Пирог А каких-то Не продается Понятно Что ассортимент Тоже в этом случае Ну как бы Он там Может меняться И мы говорим Повторюсь Вот эти праздники Тут тоже Мы делаем акцент На какие-то Ну так скажем Сезонные Направления По По ассортименту Выпечки Вернемся к лояльности Которую уже Немножко затронули Как у вас Устроено сейчас Взаимодействие С покупателем Какая Программа Лояльности Существует Персонализирована Ли она Ну немножко Об этом поговорим Программа Ли она существует Это баллы Которые Как бы Накапливаются Да То есть Предоставляет Дополнительно баллы К дню рождения Потребителям И естественно Это персонализация Потому что Нам нужно смотреть И предоставлять Нашим покупателям Более актуальную Скидочную программу Чтобы То есть Если потребителю Интересно молоко Да То есть Там молочная группа То в молоке Ну и все Как по классике Вот У нас есть еще Это программа Лояльности Отдельно для наших Ну как и крупных Заказчиков То есть Вот Недавно Нам вышли с предложением Но мы поддержали Дать Ну так скажем Какую-то Уникальную Программу То есть Условия Для Работников Лечебных учреждений То есть Для врачей Вот Если вот Мы допустим Говорили про Сибур То что мы там Кормим Понятно Мы для сотрудников Завода Тоже дали Уже Скажем Карты с повышенным С повышенным этим Понимая Что вот Кэшбэком Кэшбэком Да Чтобы Они могли В том числе И наши магазины Еще дополнительный Бонус Еще раз говорю Получает От сотрудничества С нами То есть Это Как и везде Наверное Элемент Работы с покупателем И его лояльностью Возвращением Обратно к нам Мы также Активно То есть Я каждый понедельник Почитаю отзывы То есть У нас есть на кассах Практически даже везде Куар-код Где можно написать Оставить отзыв Как положительный Мы тоже всегда рады Так и отрицательный Потому что Еще раз говорю Продукт свежий Там часто пишут Плесень Еще что-то То есть Это же не пластик То есть Он не может Лежать там Это То есть Всякие случаи Бывают Пересолили Еще что-то Чтобы мы могли Уже Наша служба Качества Могла выезжать И отрабатывать Ну что там не так То есть Для нас В принципе Каждая жалоба Это момент Как-то стать Еще лучше Мы даже рады Что нам пишут Вот лучше Напишите А не замалчив Потому что Разочарованный Покупатель Сами понимаете Это все Да Устучаться До него сложно А сколько Участников Сейчас Программа Лояльности Если может Поделиться Такой цифрой Около 300 тысяч 300 тысяч Угу Угу А если мы Говорим Про Еще про Персонал Действительно Сейчас 3000 человек Работает Это Достаточное Количество Людей Нет Что Мы можем Сказать Про персональный Бренд Сети Сейчас Как Укрепляете Что Делаете Для того Чтобы И вообще Если мы Говорим Про людей Которые Долго Там Работают Вы Сами Сколько Времени Работаете Шестой Год Шестой Год Вот Вы Пришли В сеть Вы О ней Много Знали Конечно Я С момента Открытия Магазина То есть Это Было Как Б Мне кажется Все ходили В бахатле Потому что Ты Что Почему Гру Про Уникальность Сейчас Тоже Это Востребовано Потому что Что-то Такое Одно Открылось И все Покупателям Интересно Он идет И самый Главный Момент Зацепить Его И чтобы Он Как бы Ходил Потому что Если Покупатель В магазине Счастлив Получил Положительную Эмоцию Он Будет Просто Лояльником До Конца Этого Если Про Персонал Говорить Как Сейчас Удерживаете Чем Удерживаете Чем Сильна В этом Плане У нас Мы анализировали Средний возраст То есть У нас Наши персоналы 45 плюс Понятно Что Люди Так скажем Не молодеют И Даже Если Из производственников То Там Конечно Даже Может быть И постарше Есть Общие Тенденции То что Молодежь В принципе Ну как бы Не считает Профессию Поваром Повара То есть Заслуживающего Внимания Вот Ну хотя Мы Очень активны Практически Со всеми Учебными Заведениями Работаем И стараемся Чтобы они Приходили К нам На практику Отрабатывали Тоже Для них Есть Отдельное Направление Их Отзывы Чтобы Снимать Обратную Связь Наверное Пока И существующих Это Приглашение Персонала Из регионов То есть Близлижайших Татарстану Зарубежных Какие-то Ближние Зарубежные То есть Казахстан Узбекистан Опять Таки Вот Это Генетика Работа С тестом То есть Китайцы Нам Бессмысленно Только Сноровой Вот Ну И удержание Тоже Вот эти Семейные Все истории Когда У нас Есть Такие Династии Когда Мама Работала Дочь Потом Дочерь Еще Их Дети Вот эти Истории Мы тоже Поддерживаем И Так Скажем Создаем Свои Семейные Династии Опрос Персоналу Что Мне нравится Ну Понятно Зарплату У всех То есть Первое Что И Наверное Вот эти Нематериальные Какие-то Штучки То есть ДМС Это Уже Этот Как Рисун Может быть У всех Но Отдых Детей В детских Лагерях То есть Отправка В санаторий То есть Какие-то Индивидуальные Просьбы Тоже У каждого Проблема Бывают Но Суахабрина Она Вообще Она Всегда Открыта То есть Такой Степени Человек Всегда Как бы С народом Тоже Всякие Моменты У людей Бывают Начиная От разводов До Этот Всегда Старается Помочь И вот Это Наверное Душевность Да Но При этом Очень Жесткий Человек То есть Ну Как бы В том Плане К результату То есть Да Могу Помочь Но Как бы И требует Результат Определ За который Этот И вот Эта Душевность Она В компании Она Сохраняется Вот И люди Стоятся За Душевность То есть Ты работаешь Не В какой-то Системе Ты Часть Механизма А тут Есть Да Вот так Семья Да Ссоры Есть Все Как по-домашнему В общем Разбираемся Там Еще Что-то Но Всегда Потом Помирились Обнились Все Хорошо Все 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 Поняли Да То есть Пошли Работать Дальше Вот это Семей Еще раз Повторюсь Как в семье Этого здесь Присутствует Этого Удерживает Персонал Сейчас Есть Практика Работать С наемным Персоналом Который Не Внутри Сети Пользуетесь Вы Такими Вариантами Пользуемся Но на самом деле Стараемся Только в экстренных Ситуациях Когда Что-то резко Там произошло Потому что Ну как бы Это маленько Нервирует Людей Которые у нас Так скажем Работают С нами в команде Потому что Люди пришли Что-то сделали Ушли То есть Ну как бы Потребительское Маленькое отношение Да А видно Что наши сотрудники Это не любят То есть Такое ощущение Что к ним Домой пришли Вот Поэтому Только в исключительных Случаях Стараемся Тоже это минимизировать А условно Клининг Тоже ваш В магазинах Нет То есть Мы нанимаем Аутсорсинг То есть Мы не занимаемся Опять-таки Непрофильной Этой деятельности Вот Ну вот Эти кухонный Персонал Там Кто картошку Чистит Кто Производственная Цеха Это наши Они тоже В штате Мы стараемся Все-таки В штате Держать Сейчас мы много О чем поговорили Магазин Тоже посмотрели Давайте сейчас Резюмируя Вот все Для нас Это принцип Первое интервью То есть Мы действительно Не были В этой возможности Поговорить Вот вы как Руководитель Пришедший Шесть лет назад Вот за эти годы Там Где-то Понимаю Что Переструктурировали И поняли Как дальше Развивается Бизнес Вот давайте Резюмируем И посмотрим Что Является Бехетле К своему Тридцатилетию Вот Помечтаем Ну то есть Какие планы Сейчас строите Ну может быть Пять лет Это не такой Большой срок На самом деле Хотя многие Говорят Ой как Там уже на год Невозможно задумываться Но между тем Уже 25 лет Существует бизнес Вот что будет Чем будет Бехетле Через пять лет На ваш взгляд Текущего руководителя В статусе Исполнительный директор Да Ну я вижу Я часто себе Даю только вопрос Потому что Как бы Ты даже когда утром Встаешь Ты понимаешь У тебя есть план Куда дальше идти То есть У руководителя Всегда должна быть Стратегия Куда идти Однозначно Производственный Розничный холдинг То есть Причем Производственный В начале Да То есть Мы на этом Будем ставить Сейчас активный Акцент будем ставить Потому что Еще раз повторюсь Это наша сильная сторона И это сейчас Востребовано рынком Вот Большой спрос Со стороны Других операторов Для того чтобы Хочу сказать Запартнериться Да Или помочь Да Где-то может Именно эту группу Интересным продуктом Насытить Потому что Потребителю Он нужен Розницу Ни в коем случае Мы не хотим Никаким образом Закрывать Или там Ставлять Какое-то минимальное Количество Привести То есть Отремонтировать То есть У нас есть задача Еще Все это отремонтировать Вести в концепт В определенный Да То есть И В принципе Наверное Какое-то Развитие В других регионах Мы Еще раз повторюсь Это рассматриваем Вот Ну Прирост В 5 раз Это в принципе Реально На сегодняшний момент Именно в циферном То есть Мы говорим Не про количество Магазинов А именно Про объем продаж Да То есть Все такие Хорошие амбиции Ну Хочешь попасть На Луну Мечтая о Солнце Гузель Большое спасибо За такой разговор Вы знаете Я Немножко переживала Нашим интервью Потому что Действительно Когда Приезжала Год-два-три Назад В Ахитле Я переживала За магазины И Переживала Все-таки За региональную Розницу Да Вы очень Яркий Интересный Игрок Нашего рынка И я Желаю успехов Желаю Чтобы Те амбиции Которые Вы сейчас Нарисовали Через 5 лет Чтобы Там было Дальше На чем Смотреть Да Да Вот И Со своей стороны Уже Обращаясь К нашим Зрителям Вы знаете Я рада Что имею возможность Брать интервью У коллег Которые Сейчас Занимаются Перестройкой Продумывают Как можно Дальше Развиваться Действительно Те Там 20-30 Летние Амбиции Которые Были Когда-то И возможности Которые Были на рынке Заставляют Нас Меняться И Рады Что Сегодня Мы Поговорили С Гузель Услышали Об амбициях И желания Дальнейшего Развития И самое главное Что есть Подкрепленные Результаты Уже В виде Вашей Новой Фабрики Которая Только Развитие Начинает И Надеюсь Что Новые Какие-то Мы Идеи Увидим Спасибо Большое Гузель И Вам Успехов Еще Один Разговор В рамках Экспедиции Ритейл Состоялся Поговорили О торговой Сети Бахитле Приглашайте В свои Магазины В свои Торговые Сети Будем Говорить О вас А по Результатам Эфира Читайте Интервью В рамках Тематики Экспедиция Ритейл На сайте Ритов.ру Всего доброго До свидания